ДОСТУПНЫЙ УРАЛ До Лысева мы долетели за 2 часа и свернули на указатели на Кын. Это поселок Кын. Здесь находится железнодорожная станция, а мы едем дальше в село Кынзавод. И вот приехали мы в Кын, или Кынзавод. Что же это за село-то такое, Кын? А село это находится практически на границе Пермского края и называется даже началом Пермского края. Был это вотчиной Строгановых. Был здесь завод, который перерабатывал добытую здесь руду. Было произведено очень много железа, различных железных изделий практически на всю страну. Здесь вы можете наблюдать остатки заводской плотины, речку, которая раньше образовывала пруд. А места здесь вообще такие живописные. Я как будто в Швейцарию какую-то попал, а не в Россию. Кынзавод находится на изгибе красавицы реки Чусовой. С прекрасными видами. Это старинная пристань, к которой причаливали так называемые железные караваны. Это барки, груженные железом. По весне, когда вода достигала очень высокого уровня, они швартовались сюда для загрузки и погрузки. Пристань длиной 40 метров сложена из огромных каменных блоков. И она до сих пор стоит здесь. И простоит она как минимум еще 200 лет. Камни скреплены здесь вот такими вот скобами железными, которым, скорее всего, тоже 200 лет. И они почему-то не гнилые и не ржавые. Почему же так надо разобраться? Это так называемый лот или якорь на Чусовой. Конечно, это памятник, который является увеличенной копией лотов. Такие якоря весом 50 килограмм бросались за барками, сплавляющимися по реке Чусовой. Дело в том, что барки очень часто разбивались о скалы и тонули со всем содержимым. Так вот, такие якоря тормозили барку и позволяли ей избежать столкновения со скалами. А также скатывались в глубину и ставили барку на фарватер. Использование таких лотов резко сократило аварийность на реке Чусовой. А еще в Кыну были найдены 4 из 5 бронзовых блях, символизирующие фирмский звериный стиль, названный археологами «медведь в жертвенной позе». И одному из таких поставлен здесь памятник. В Гражданскую войну Кын очень сильно пострадал от набегов красных и белых, которые брали город под контроль порядка пяти раз. Здесь до сих пор можно найти окопы, гильзы, снаряды, остатки Гражданской войны. Много народу тогда полегло. В селе достаточно хорошо сохранился целый архитектурный комплекс железоделательного завода. Он самый полный в России. Он был основан строгановыми еще в 1759 году. И до сих пор стоит. Одно из самых красивых зданий в заводском ансамбле – это здание провианского магазина или амбар. Он уникален тем, что сложен из тесаных камней, добытых здесь же. Здание кузни выглядит просто шикарно и построено в той же самой архитектуре, что и амбар. И туда даже можно загнуть внутрь. Крайне интересный архитектурный объект в селе Кынзавод – это Свято-Троицкая церковь, построенная на деньги графа Строганова в 1864 году. Строгановой, будучи тогда знатоками архитектуры, не поддались модному течению в строительстве, а заказали церковь в стиле 17 века. Церковь состоит из двух частей, соединенных галереей. И купол ее как бы улетает вверх. Заметьте, вот это железо, оно немного ржавое снаружи, но не гнилое и не проживевшее насквозь. Причиной этому является то, что технология Кыновского завода позволяла добавлять в него ванадий, и было очень низкое содержание серы, поэтому железо здесь просто не ржавеет. Даже ограда, которой 200 лет, все еще пребывает в отличном состоянии. Ну, нуждается, конечно, в косметическом ремонте, но она абсолютно целая. За моей спиной кооперативная лавка. С Кына вообще начался весь русский бизнес. Это первое акционерное общество, в которое вносят деньги рабочие завода наравне со Строгановыми, для того, чтобы закупать продукты в российских речных портах дешевле, чем привозят их сюда другие коммерсанты. Сейчас потребительское общество законсервировано и является памятником архитектуры. Интересный домик на каменной основе. Это караульная изба. Здесь раньше сидели сторожа и караульные, которые наблюдали за порядком в Кыне. Кын находится в долине реки Чусовая. И прогуливаясь по берегу, вы можете лицезреть все эти прекрасные скалы, леса, горы, всю нашу уральскую природу. Здесь также можно устанавливать палатку, приезжать сюда с семьей. Можно рыбачить, можно забрасываться сюда с катамаранами и байдарками и сплавляться вниз до города Чусовой. Здесь можно делать все, что угодно. Пеший туризм, трекинг, велосипеды и просто все. Кынзавод – замечательное, красивейшее место. Приезжайте сюда отдыхать. Это Пермский край, Урал. Субтитры сделал DimaTorzok